История наших отношений довольно сложная. Были периоды, когда о чем-то договаривались и шли навстречу друг с другом. Допустим, когда щедрая душа была, подарил четыре курильских острова японцам. Была японская русская война 4-5 годов, когда мы потерпели незакрушительное поражение. Но, в связи с событиями в Европе сложными, вынуждены были согласиться на предложение Японии остановить военные действия. Ну и тоже пойти на некоторые уступки, связанные с Сахалином, с Северным Сахалином. Затем развивались отношения в годы гражданской войны, когда Япония возглавила интервенцию против советской молодой России. Войска были вплоть до 150-200 тысяч войск японских, которые взаимодействовали с белогвардейцами и другими там формированиями. И штаб японских войск вплоть до Омска находился. Так что эта значительная территория была под временной такой оккупацией, влиянием японцев вместе с белогвардейцами. Но удалось их всех выбить, изгнать с нашей территории. Затем более-менее были отношения деловые, добрососедские, вплоть до, пожалуй, начала агрессии Японии против Китая в Манчжурии. Манчжурии, 1931-1932 год. Это аннексия, по сути дела, китайской территории, северной Манчжурии и создание марионетчного государства. Конечно, это было на границах недалеко от Монголии, дружественной нам, которая стала на путь тоже такого стилистического развития. И мы договорились с Монголией, что заключили так называемое джентльменское соглашение о том, что в случае угрозы одной из сторон, Монголии и Советскому Союзу, мы окажем друг другу помощь. Затем это в 1934 году было, затем в 1937 году мы договорились о том, что введем наши войска по просьбе Монголии на территорию Монголии. И там создали сначала небольшую группировку, 57-й корпус, название только одно такое, в принципе, актерированное формирование было, где-то 5-6 тысяч войск было. Причем еще далеко от границ, где потом события на Холхенголе развернулись. Ну а Япония продолжила экспансию в сторону Китая, Северный Китай, Северо-Восточная Китай в 1935 году оккупировала, и в 1937 году начала уже тотальную войну против Китая. Конечно, все это нас волновало. Ну, это действительно было милитаристское государство, и в конце 20-х годов к власти пришли военные. Достаточно сказать, что премьер-министром, министром иностранных дел и колоний был генерал Танако, который участником был и Японско-Русской войны 4-5-го годов. Так что у него были с нами определенные неприятные отношения. Так вот, после многодневного совещания высшего руководства Японии в 1927 году был подготовлен для императора, молодого императора, он в то время месяцев 7 всего на троне был, Херохи, то меморандум так называемой Танаки, или прогрессивной политики меморандум назывался такой. В чем прогресс был в политике этой? Там ставилась задача захватить Китай, причем планировалось это где-то за 2-3 месяца сделать, затем развернуть наступление в сторону Монголии и в случае благоприятного развития обстановки перерезать территорию Монголии границы Советского Союза, выйти к Байкалу и тем самым восточную часть от нас отобрать. Но планировалось дальше и развернуть на юг агрессию, когда вот это все завершится, в том числе и война с Соединенные Штаты Америки планировалась, так что планы были большие. Ну а затем несколько было лет, что ли, борьбы мнений в Японии, и вот в 1931 году агрессия в Манчжурии, Манчжуровых госзахват, а потом вплоть до тотальной войны против Китая в июле 1937 года. Мы были готовы, мы знали об этом меморандуме Танаки, разведка доложила точно, что есть такой вариант агрессии против Советского Союза, и нам, конечно, нельзя было допустить этой агрессии, учитывая то, что к этому времени уже и на Западе Гитлер пришел к власти в 1933 году, и намерения его были абсолютно тоже ясные. Здесь в меморандуме Танаки, там планы близкрига Гитлера, и нам нельзя было допустить войны на два фронта. В первую очередь, конечно, Япония начала вот это, все, что потом Второй мировой войной названо, почему-то с 1 сентября 1939 года. А что же было до этого тогда? И то, что я назвал японское, и в 1936 году аннексия Австрии, Германии, в 1938 году раздел Чехословакии, с участием такой алчной Польши и Венгрии, и Эфиопия, Албания, все это вот до 1 сентября 1939 года. Но почему-то 1 сентября начало Второй мировой войны. Вот интересный такой вот подход, на что мы не обращали внимания. Но когда вот сейчас собрались в Польше, не пригласив нас и не назвав нас в составе победителей во Второй мировой войне, ну, конечно, это абсолютно неправомерный подход и исторически абсолютно неверный подход определять 1 сентября началом Второй мировой войны. Вот поэтому у нас были опасения и по поводу Востока, и по поводу Запада. И главной задачей в то время была не допустить развертывание агрессии Японии в нашу сторону. Поэтому мы держали на Дальнем Востоке не менее миллиона войск, в том числе, когда уже Гитлер напал на нас. Мы продолжали там держать огромное количество войск, чтобы не допустить вступления Японии в войну на стороне уже Германии. Ну, а когда... Мы помогали очень активно Китаю. Буквально с сентября 1937 года, через пару месяцев после начала японской агрессии в Китае, мы стали оказывать Китаю огромную помощь. Кстати, вот то, что ленд-лиз американцы называют и гордятся очень этим, мы начинали ленд-лиз. Мы, по сути дела, или бесплатные, или отдаленные кредиты, которые никогда не требовали, поставляли Китаю и танки, и самолеты, и огромное количество артиллерийского и стрелкового вооружения, поставляли горючее, построили специально для этого ветку, железнодорожную и трассу автомобильную, чтобы гнать помощь Китаю. Вот где ленд-лиз, в принципе, начинался. И, конечно, когда японцы почувствовали, что при помощи советских летчиков, добровольцев, было уничтожено засилие японской авиации в северной части Маньчжурии, вот в северном Китае, то японцам надо было попытаться как-то остановить нашу помощь. И сначала на озере Хасан в 1938 году была провокация, очень серьезная была провокация, но дали отпор этой провокации. Показалось не очень убедительно для японцев, скорее для немцев это было убедительно, что мы так отдали отпор на Хасане японцам. А в мае 1939 года Япония решила развернуть активные военно-действия на территории Монголии. И вот эти события, конечно, они длились больше четырех месяцев, показали, что, во-первых, Советский Союз не даст в обеду дружественную Монголию. И, во-вторых, настолько боеготовы советские вооруженные силы на Дальнем Востоке, в том числе Монголии, что Япония в дальнейшем просто не посмела развернуть военные действия против нас, даже когда Гитлер очень просил его с началом войны, уже нашей Отечественной войны, с началом агрессии Гитлера против Советского Союза. В 1936 год Антикоминтернский пакт. Кстати, в 1939 году, в феврале, Манчжоу-Го, вот это захваченное, в 1931-1932 годах была присоединена к этому пакту антикоминтернскому. И потом еще около десятка стран было в этом блоке. И это надо все было учитывать, конечно, нам. Привезли Пуи, старого, молодого еще, но прежнего императора Китая, который в 1912 году был изгнан с территории Китая. Привезли, посадили на трон, но фактически всем управляли японский генералитет, командование Квантунской армии, которая быстро росла. И сначала это было где-то 200-300 тысяч войск, а потом это стала Квантунская группировка войск. Вот говорят, Квантунская армия. Армия — это что такое? Две-три дивизии, да? А Квантунская группировка войск к 1945 году насчитывала два фронта своих, Первой и Третьей фронты, плюс отдельное авиационное соединение, отдельная еще полевая армия, Четвертая, и плюс с началом военных действий 17-й фронт Корейский участвовал на стороне Квантунской группировки войск в войне, когда мы уже вступили в 1945 году по просьбе союзников в войну против Японии. Очень серьезная была группировка. Конечно, где-то с 1943 года до 1943 года японцы еще планировали и держали силы для того, чтобы вступить в войну на стороне Германии, Италии. Там много союзников-то было на Западе против нас. Но, учитывая то, что под Москвой дали отпор, под Сталинградом, Курском, японцы поняли, что не смогут они вмешаться в эту войну против Советского Союза. И в 1941 году просто они повернули против Соединенных Штатов Америки, потому что им нужны были ресурсы. И вся, в общем-то, кампания в Китае, Монголии, Манчжурии была связана с добыванием ресурсов для дальнейшего развития военной экономики японской, наращивания вооруженных сил. Вот, собственно, все, что и хотели добиться для того, чтобы развернуть вот эту большую экспансию японцев. Готовились к этому исподволь японцы еще в 1934 году. Командование Куантунской армии поставило вопрос о том, что границы проходят не по той границе, которая фактически была, а западнее на 25-30 километров по реке Холхингон. На что, конечно, Монголия не могла согласиться. И затем, уже в 1939 году, вышел приказ командующего Куантунской армии, в то время еще, который потребовал от войск использовать любой момент для того, чтобы обострять ситуацию на границе. И 11 мая, уже после нескольких мелких провокаций, эти военные действия приобрели уже такой ожесточенный характер. Ну, еще небольших масштабов. Наше руководство советское понимало, что на этом Япония не остановится. И в июне 1939 года приступило к наращиванию наших военных формирований в Монголии и прислало туда замкомандующего западным военным округом Георгия Константиновича Жукова. Собственно, реальное боевое крещение будущего маршала Жукова как раз и происходило на полях Монголии в районе реки Холхенгол. Пока мы сосредотачивали новые силы неподалеку от Холхенгола, японцы решили опередить нас и в начале июля развернули так называемое Боинцаганское сражение. Захватили, переправились через Холхенгол и захватили господствующую высоту Боинцаган. Ну, гора называется. Хотя я был в этих местах, ну, сопки, да. Конечно, они вдоль реки проходили, занимали соответствующее господство положения. И пришлось применить довольно серьезные усилия для того, чтобы изгнать их с этой захваченной территории. Жуков направил танковую бригаду комбрига Яковлева, причем с определенным риском, без поддержки пехоты. Но удалось, несмотря на потери, отрезать от основных войск японских эту группировку, окружить и уничтожить, в общем-то. И отбросить опять японцев за Холхенгол туда. Но вот та территория от границы до Холхенгола оставалась по-прежнему за японцами. И нужно было продолжать готовиться к тому, чтобы не дать японцам активничать. Далее и японцы планировали перейти в наступление, серьезное. Но они планировали перейти 24 августа. Жуков опередил их, создав группировку. Это первая армейская группа была. Было создано вообще фронтовое соединение армейское во главе с командарным второго ранга Штерном. Кстати, очень полезную работу он провел. Он координировал действия монгольских и наших войск. Он обеспечивал тыловую поддержку, переброску всего необходимого для боевых действий. Конечно, Жуков — это военачальник, это полководец. Но Штерн очень много сделал для того, чтобы обеспечить нашу победу. И Жуков в воскресенье, когда японцы, готовясь к будущему наступлению 24 числа, решили отдохнуть, расслабиться. Вот в это время Жуков нанес удар, окружив всю группировку, которая находилась на монгольской территории с двух сторон, плюс фронтальный удар. И эта группировка была окружена. И японцы хорошо сражались, воины мужественные, смелые. И пришлось применить все для того, чтобы просто ликвидировать эту группировку. Почти все японские войска были уничтожены. Тем более, что японцы сами подорвали мост, по которому можно было расширять их отход, чтобы не дать покинуть вот эту территорию своим же войскам. И в результате на Халхенголе была одержана вот эта замечательная победа. И японцы пошли на переговоры о прекращении военных действий в Монголии. Ну и 15-го числа была достигнута договоренность, и 16-го сентября уже было подписано, было соглашение, и начался развод с, по сути, деловой войск. В чем еще сложность ситуации, связанной с Халхенголом, с монгольскими событиями? Дело в том, что к этому времени, к 1 сентября, уже Гитлер... И мы знали, что в начале сентября Гитлер собирается напасть на Польшу. И нам, конечно, нельзя допустить. Было сохранение очага напряженности Монголии. И куда Гитлер пойдет, кто его знает. Нельзя было допустить, опять же, войны на Довфронт. Поэтому очень решительные действия были на Халхенголе. И была проведена очень, по-моему, мудрая дипломатия со стороны Советского Союза на переговорах с Гитлером, с Риббентропом, министром странных дел, по заключению пакта о ненападении, договор о ненападении, что нам дало возможность почти 2 года готовиться к неминуемой агрессии со стороны Германии. Это мы четко себе представляли. Вот, собственно, события на Халхенголе имели увязку с тем, что и на Западе происходило. И мы не могли это не учитывать. Мы не отказались от помощи Китаю. Больше того, наращивали эту помощь. И вплоть до даже конца 1941 года, даже когда уже Великая Отечественная война началась, мы еще оказывали помощь Китаю. Но потом уже стало это невозможно. Хотя морально советниками мы продолжали оказывать Китаю помощь и в то время. Мы создали 40 дивизий Китаю. Вооружили 40 дивизий. Мы полностью вооружили войска Компартии Китая. И вот в 1940 году, так называемая битва 100 полков китайских, это те полки, их 115 полков было, развернули наступление против японцев, которые были вооружены тоже нами. Поэтому наша помощь продолжалась и продолжало оказываться влияние на войну против Японии и в то время тоже. Опять же, очень сложная была ситуация. Велись переговоры не только у нас напрямую с Японии, не только напрямую с Германией. Велись переговоры и с западными будущими союзами с Британией, Францией. Но там присылали людей, которые не могли принимать решения. И нам мы вынуждены были всякий вариант отрабатывать. В том числе, был такой очень интересный план, предложенный японцами. Создать четырехсторонний блок антидемократии против демократии. Что бы такое называлось. В который, кроме Германии, Италии и Японии, должен был войти в Советский Союз. Почему так решили? Ну, во-первых, надо было все-таки вывести Советский Союз из состава противников Японии. Они так соображали. А во-вторых, мы в это время вышли на свои старые российские границы дореволюционные. Западную Украину, Западную Белоруссию, Прибалтику вернули в состав Советского Союза. Ну, думают, Советский Союз, наверное, тоже такой, который готов где-то что-то прихватить. Но нам чужого не надо было. Но около года велись переговоры, перехватил эти переговоры Гитлер и шли на уступки нам. Давай на юг, до Персидского залива дорогу нам открывали. Сталин вел переговоры эти через Молотова, тянул, условия ставил разные. Гитлер понял, что ничего из этого не получится. Сталин просто водит за нос его. И в результате этот блок четырех не состоялся. Он и не мог состояться. Ну, вот и такое было. И поэтому, когда все это не состоялось, был заключен Тройсевный пакт в Японии, Германии, Италии. И японцы посчитали, что в этой ситуации все-таки надо обезопасить границы свои в Китае, в Манчжурии, заключив какой-то более-менее реальный договор с Советским Союзом. Тем более, что уже планы на юг, против Перл-Харбора, Филиппин, Индокитай, уже эти планы у японцев были. И нам тоже это было выгодно. Мы знали о угрозе на Западе и не допустить расширения опасностей на Дальнем Востоке. Нам тоже было выгодно. И мы пошли на подписание в апреле 1941 года. Канун войны уже мы знали, что это будет. Другое дело, сроки там не совсем четкие были, понятно для нас. Но то, что будет война германская против нас, знали. Мы пошли на подписание пакта о нейтралитете с Японией. Что, в принципе, и Японии было в то время выгодно пойти захватывать нефтяные и другие ресурсы. Там в Восточной Азии огромные ресурсы. И нам было спокойнее на Дальнем Востоке. Было около 200 различных провокаций на границе Советского Союза. Больше 200 даже. И вплоть до того, что и даже испытывалось бактериологическое оружие на границе. Мы это не очень афишируем, но когда Хабаровский процесс был, об этом тоже шел разговор. Японцы не позволяли нам свободно проходить через проливы, Курильские и прочее, для того, чтобы обеспечивать поставки через Дальний Восток на фронт войны с Германией. Это тоже, конечно, мешало нам более активно вести действия против Германии. Поэтому недружественная политика Японии по отношению к Советскому Союзу продолжалась на всем протяжении Второй мировой войны. В 1941 году они поняли, что Хасан, Холхенголы, японцы, не вояки, и не настаивали на этом. Они решили... Гитлер считал, что сам может через 2-3 месяца покорить Советский Союз. А когда уже был разворот и от Москвы, и Сталинграда, и Курска, да, были призывы к Японии вступить на Востоке в военные действия, но японцы не были готовы к этому, конечно. Нас очень просили вступить в войну против Японии, в наш союзник, Соединенные Штаты Америки, ну, Великобритания, конечно, тоже. И настаивали буквально 42-го года, 43-й год, Тегеранская конференция, где Сталин все-таки обещал нашим союзникам на встрече высших руководителей о том, что давайте разгромим Германию совместно, открывайте второй фронт и тогда, после победы над Германией, через 2-3 месяца мы обещаем вступить в войну, если вы сами не покорите там ее. Но дальше еще хуже ситуация сложилась. В 1944 году, в мае, японцы развернули единственную сухопутную стратегическую наступательную операцию на юге Китая, ИТИГО, номер один, где, в результате которой вышли на южное побережье Китая и в Бирме оказались, и действовало три фронта японских на этом направлении, было уничтожено 100 китайских дивизий, были ликвидированы китайские военно-воздушные базы, базы доставки от союзников, от американцев, британцев к Китаю, помощи, были ликвидированы американские военно-воздушные базы, и это продолжалось до мая 1945 года. Поэтому у Соединенных Штатов Америки, которые за всю войну потеряли меньше четверти миллиона войск, сравните с нашими, 20-ю или там миллионами, или китайскими, по 35-40 миллионов, им не хотелось, конечно, попробовать себя на схопутных театрах, да и в зоне Тихого океана не все было решено еще. Вышли они на Филиппины, вышли на отдаленные территории, ну, близкие территории к Японии, но это абсолютно еще ничего не значило. И просто-напросто на Ялтинской конференции, на Поздамской конференции отрабатывались уже детали того, как Советский Союз, на каких условиях вступит в войну против Японии. Мы понимали, что помогать нужно, и американцы рассчитывали, что, ну, не менее год-полтора, а Мак-Артур, знаменитый Мак-Артур, который на финале войны командовал всеми вооруженными силами союзников в зоне Тихого океана и был в свое время с Филиппин изгнан японцами, он считал, что лет 5-7 придется воевать. Потери рассчитаны были американцами миллион американцев, полмиллиона британцев, ну, и не менее 10 миллионов японцев. и мы вступили в войну в результате вместо полутора, двух или пяти, семи лет, как Мак-Артур считал, без нас закончилась война буквально за три недели. И потери на десятки порядков меньше, чем то, что рассчитывалось. И война закончилась на много лет раньше, поэтому вступление Советского Союза в войну с Японией, конечно, и приветствовалась активно нашими союзниками, и было в наших интересах, потому что нам нужно было все-таки ликвидировать окончательную угрозу со стороны Японии, показать ей, что мы не только поможем нашим союзникам, китайцам, в первую очередь монголам, но и вернем некогда на мясо военной территории Южной Сахалины, Курильские острова, что, в принципе, и сделали. Советское командование, еще когда война с Германией не закончилась, уже начало готовить нашу операцию, стратегическую операцию Манчжурскую на Дальнем Востоке. Специально для этого будущий командующий, главнокомандующий нашими войсками в войне с Японией, маршал Советского Союза Василевский, был с должности начальника генштаба, назначен командующим фронтом и освобождал то, что Калининград территорию. Фактически, Василевский внес такой огромный вклад в победу и на Западе, и на Востоке, и нынешние границы и на Западе, и на Востоке. Это вот границы, которые обеспечил маршал Василевский. Он имел огромный опыт руководства под Сталинградом, он единственным куратором был подготовки и осуществления этой операции. Вместе с Жуковым они Курскую операцию организовывали. Ну и потом он непосредственно получил управление опыт командующего фронтом. И на Восток были переброшены где-то около 500 тысяч опытных наших войск. Конечно, ситуация, когда уже три месяца мир, когда ура-ура и какая война. Никому уже не хотелось воевать. Суметь и создать мощную группировку миллион 700 войск на Дальнем Востоке и подготовить и морально и с точки зрения военной вот эту группировку к решительным действиям. А это была действительно высочайшая военно-искусство проявлено при проведении Манжурской стратегической наступательной операции, когда одновременно три фронта с разных флангов, с разных направлений атаковали Квантунскую группировку войск, когда мощнейший был нанесен авиационный артиллерийский удар, который вывел из строя и злых связи, артиллерию вывел из строя японскую. Тем самым наши войска первые буквально несколько дней могли, не опасаясь на большое сопротивление стороны японских войск, развивать наступление. Сложности были связаны главным образом с тем, что надо было пройти гористую местность, особенно Забайкальский фронт, где 6-я танковая армия должна была преодолеть большой Хинган, где даже на повозках и то сложно было пройти, проложили дороги, проделали проходы, и армия буквально за 2-3 дня смогла преодолеть вот это препятствие и ринуться уже в центр Манчжурии. Тем самым не только с флангов но и на центральном направлении Манчжурская группировка Квантонская группировка войск Японии была принуждена к капитуляции и буквально за 10 дней задачи Манчжурской стратегической наступательной операции были решены. Более того, к этому времени 18-го числа наши войска начали освобождение Южного Сахалина. И несмотря на тоже сложности связанные с тем, что там укрепрайон очень был в узком месте, где сложно было пробраться нашим войскам, но из фронта и с высадкой десантов удалось ликвидировать укрепрайон японский очень мощный ну и развернуть наступление уже в сторону Таяхара столицы Южного Сахалина и ликвидировать 30-тысячную варпировку японских войск на Сахалине. Конечно, ошеломляющий вот этот внезапный удар по японским войскам даже казалось непобедимые японские войска привели в шок замешательство и несмотря на ожесточенное сопротивление в укрепрайонах отдельные контрнаступательные действия японцев это уже не та армия была и то, что в плен сдалось 640 тысяч японских японско-манжурских войск из них, кстати, 600 тысяч японской национальности это вот военнослужащие хваленой японской армии но не потому что они трусы, а потому что действительно настолько мощно и эффективно была проведена манжурская стратегическая операция, что деваться им было просто некуда потери и со стороны наших войск и со стороны японских войск конечно были мы только убитыми потеряли больше 12 тысяч войск это говорит о том что это не прогулка была японцы потеряли 80 с лишним тысяч войск и плюс и сгруппировки в 720 тысяч 640 тысяч военнопленных там правда были манжуры которые разбежались и было фактически больше миллиона фантурской группировки войск но когда мы начали наступление там часть вот этих войск марионесочных разбежались просто попрятались по дому и удалось вовремя захватить аэродром на котором уже Пуи собирался лететь в Японию и арестовали Пуи и потом он был осужден нашим Хабаровским трибуналом за как раз те действия которые связаны были с подготовкой к химической бактериологической войне ну и вообще к действиям направленным против Советского Союза он получил определенные годы заключения был переправен в Китай где отсиживал этот срок а потом вернулся американцы создали раньше нас атомное оружие и конечно им хотелось испытать это оружие и без этого они уже своей авиацией по сути дела половина японских городов почти стерли света земли и не было никакой стратегической необходимости наносить атомные удары по японским городам тем более что абсолютно точно Советский Союз вступал все знали 9-го 8-го объявил войну Японии 9-го августа вступил в эту войну так вот чтобы показать что американцы обладают новейшим оружием и чтобы Советский Союз чувствовал вот это и были применены эти бомбы я могу привести пример того как отреагировал на Хиросиму уже на вторую на первую бомбардировку Хиросиме командующей 8-й японской армии ну да разрушения были он приехал к императору доложить в генеральный штаб да разрушения были но мы уже по сути дела за сутки восстановили позиции какие-то мы не готовы продолжать военные действия вот того решающего морального влияния на поведение японской армии на территории собственной Японии эти атомные бомбардировки не не дали тем более что основное население Японии просто об этом не знало а в Хиросиме Нагасаки кто-то погиб кто-то там не мог конечно выехать и куда-то чего-то там доложить и это по сути были локальные такие вот атомные удары испытания атомного оружия на людях на японском населении которые не дали какого-то результата условия были такие что Япония капитулировала безоговорочно в подписании акта капитуляции участвовал и наш генерал Деревянко который многие месяцы был при штабе американских войск и Сталин поручил ему просто подписать от имени Советского Союза вот этот акт капитуляции границы послевоенные были определены еще в Ялте ялтинским соглашением между нами и американцами и англичанами где было четко сказано что Советский Союз возвращает Южный Сахалин и формулировка была такая и ему передаются Курильские острова возвращаются Курильские острова что собственно и необходимо было для того чтобы вернуться к той границе которая была когда-то в конце 18 века между нами и Япони при всех нюансах и переговорах это же было закреплено в Сан-Франциском мирном договоре 1551 года но в связи с тем что американцы сделали так что не пригласили на эти переговоры на подписание договора Китай Индию Сталин решил что и нам тогда делать нечего там хотя мы знали что будет зафиксировано в мирном договоре то что территории Сахалина Южного и Курильские острова переходят к советскому не переходят к советскому а отторгаются от Японии что означало что они наши хотя американцы не захотели вот именно такую формулировку сделать ну это дает японцам какой-то повод говорить о том что да мы согласились с тем что не наши острова но мы нигде не говорили что это советскому союзу будут там россия переданы острова поэтому вот идет вот это тягомотина со стороны Японии по подготовке по их инициативе мирного договора где обязательно прописываются какие-то территориальные там границы разграничения но у нас нет с Германией мирного договора мы нормально с ними существуем в 1956 году мы с японцами подписали декларацию о прекращении военных действий очень четко записано что военное состояние войны между нашими государствами прекращено зафиксированы были границы ну добренький Хрущев на радостях пообещал после заключения мирного договора подумать о том как вот решить вопрос там с южными южнокурильским островами вот такую зацепку японцам дал и все это сейчас продолжается но в 1960 году Советский Союз учитывая то что Япония подписала союзный договор Соединенных Штатов Америки и до сих пор на территории Японии до 50 тысяч войск 90 с лишним военных баз на территории американских Советский Союз заявил о том что раз против нас заключен фактически союз между Соединенных Штатов Америки и Японии то ни о каких островах речи быть не может это все сохраняется эти условия и сегодня существуют американцы на японских островах более того собирается развернуть там ракеты средней дальности которые достигают нашей территории Китая они говорят против китайцев это ясно и против нас и против других там это нужно нам нет не нужно Америки и японцы вынуждены были на прямой вопрос а вот если у вас появятся эти острова есть ли возможность того что там американцы кажется японцы говорят да потому что у нас союзный договор и мы обязаны по этому договору предоставить территорию ту которую американцы хотят нам это нужно нет не нужно еще один вопрос связанный с войной против Японии у нас 2 сентября 1945 года после завершения военных действий указом президиум Верховного Совета СССР была определенная дата Дня Победы над Японией 3 сентября 1945 года затем как праздник нерабочий день был объявлен затем в 1947 году изменилось только то что рабочим днем стал не выходным днем остальное все в силе недавно я лично получил подтверждение от министрации президента о том что этот указ действует по настоящему времени спрашивается почему мы не отмечаем 3 сентября как день победы над Японией и учитывая то что Япония сейчас тратит на сегодня 48 с половиной миллиардов долларов на военные цели плюс 7 миллиардов на базу Соединенных Штатов Америки тратит это больше чем ядерная Англия и Франция причем со следующего года это уже будет за 50 миллиардов плюс те же американские спрашивайте это нам нужно надо с Японией разговаривать по-мужски с Японией